Привет! Здравствуйте! Пока! До свидания! Пока принцесс учила детей английскому, а не ее русскому. Запас слов не больше десяти. Но этого хватает, чтобы уроки проходили в дружной обстановке, хоть и полностью на английском языке. Но если уж понять друг друга вообще не удается, в ход идет мимика, жесты или зов о помощи. Если мы что-то не понимаем, мы Людмила Михайловна зовем. Приехала африканская гостья в Сибирь несколько месяцев назад, как раз в самую зиму. Однако, как ни странно, сибирские морозы девушке пришлись по душе. Говорит, это лучше, чем ветреная и знойная погода в Гане. Но еще больше впечатлили темнокожую красавицу зимние развлечения. Принцесс даже сделала видеозаписи. Иначе, говорит, никак не смогу объяснить у себя на родине, зачем русские так долго поднимаются в гору, чтобы скатиться всего за две минуты. А еще девушка обещает развеять мифы, которые ходят о России на юге. Прошло с ней вечером. Она говорит, я удивлена, почему у вас тут не ходят с пистолетами, тут так спокойно. Я говорю, а почему у нас должны с пистолетами ходить? У нас, говорит, показывают, что у вас здесь вообще одни убийства сплошные, а тут у вас, говорит, так спокойно, даже странно. Это было первое знакомство африканки с Россией. Похоже, черногорцы смогли достойно принять гостью. По крайней мере, возможности вернуться сюда снова она не исключает. Так как у меня есть семья в Гане, то я бы с удовольствием ездила в Россию, потом обратно приезжала в Ганну, то есть не на постоянное место жительства. Но если бы удалось перевезти всю семью в Россию, то, конечно, почему бы нет. В республике Принцесс прожила три месяца. Пора улетать на родину. Девушка обещает скучать по России и по своим ученикам, которые тоже привязались к темнокожей учительнице. Жалко, что Принцесс уезжает, конечно. Лучше бы она навсегда здесь осталась. Валерия Остроумова, Владимир Байкалов. Новости, 7-й телеканал.